Во! Во! Смотрите, теперь я могу сыграть в геймбой, ребята! Ага! Всем привет, ребята! С вами Витёк, и мы продолжаем играть в Салли Фейс. Как продолжаем? Мы проходим ещё раз, но в этот раз мы откроем с вами самые секретные очишки, самые секретные секреты. Посмотрим на все концовки, зайдём в ванну в комнате 504. Там мы увидим мини-игру. Всё, больше ничего не скажу. В общем, узнаем ещё какой-то секрет. Секреты в подвале будут у нас. Ну, небольшой анонс сделал. А теперь самое главное, сейчас я стану волшебником, быстро переоденусь, отращу бороду и буду с вами играть. Поехали! Так, значит, теперь мы с вами, ребят, пройдём эту игру. Точнее говоря, пойдём сделаем ачивку. Она считается очень сложной. Тут всё равно, что делать. Это не имеет значения. Нам нужно код ввести, ребят, чтобы батарейки получить. Код очень простой. И по 3-5-4-6. Так, здесь у нас пёс. Пёс. Так, идём к псу. Разговариваем с ним, залазим в нус. И тут нужно вот именно правильный код ввести. Сам говорит, посмотри. Посмотрим. Ого. Так. А, 5, 3, 6, 4. Так, 5, 3, 6, 4. Батарейки включены. Вот так вот. И теперь... Ну, говорит, не мой сын, ты убийца. Вот здесь вот, кстати. Видите, прикол ещё есть. Там какая-то ачивка есть по поводу надо найти ноги, глаз. И... Чё-то там ещё. Ну, вот ноги здесь лежат. Глаз на пятом этаже в дырочке. А вот что-то там ещё, я уже не помню где. В принципе, можно... Можно прочитать. А, и тень. Ногу, глаз и тени, ребята. Вот, а тень, она в кух... Это, на кухне этого Салли, кажется. Так, ладно, здесь мы проскипаем всё быстренько, давайте. Так, отец ушёл, так... Ой, а чё-то я вышел тоже сразу. Погоди-погоди-погоди-погоди-погоди-погоди. Вот сюда. Ещё можно будет попробовать пургенчика дать. Не отравы, а пургенчика дать. Вот это я не знаю, что нам даст. Наверняка там какая-то ачивка ещё будет. Так, комната отца. Смотрите, батарейки где-то тут. Рядом с пакетами должны появиться. О, погодите-ка, да тут пачка батареек. Круто. Всё, отлично, у нас впереди батарейки. Так, ну теперь попёрли. Нам, в принципе, надо на третий этаж поболтать. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. И ты, говорит, туда же, Витя, куда? А, блин, я не то выбрал. Ладно. Придётся договорить. Всё это мы читали. До скорой встречи. Так, дальше нам обязательно надо зайти на пятый этаж в глаз посмотреть. Ачивку там сделать какую-то. Ну, говорит, небольшое отверстие. Так, отлично. Вот, теперь, наверное, надо на первый этаж съездить. По третью комнату заскочить. Так. Он теперь расскажет нам о том, что он немножко крякнутый. Вот. Ну, в принципе, что? Осталось только куда ехать? Ой, не на первый, конечно же, а в подвал. И очень много и сильно болтать с нашим чуваком. Так, кстати, здесь потерянные вещи должны быть. О, да. Это же игра для приставки. Отлично. Название не различить, а этикетка стёрлась. Это нам пригодится, ребят, честно. Стералка? Нет, не воспользуюсь. Так, у нас есть батарейки, у нас есть игра. Потом расскажу, что надо делать. Это для ачивки. Так. Здесь мы должны найти с вами дух. И сразу ачивка тогда выскочит. Вот он. Что это было, черта змея? Отлично. Неизведанное достижение называется. Я его только что открыл. Ух. Аж мурашки по коже пошли. Так, теперь Ларри. С ним мы общаемся. И, в принципе, дальше нам нужно идти вот как по накатанной, как раньше. Салли, говорит, Крам Салли. Так. Что не так с парнем 103? Это нам необходимо. Так. В принципе, здесь всё надо поболтать. Так. А про призраков когда я смогу ему сказать? Я забыл. То, что после призраков он тогда пыха нам открывает. Вроде как, я так понял. Митя говорит, красава. Всё узнал, теперь тащит. Ну так, конечно. Я, можно сказать, видео прохождение делаю, как здесь всё правильно сделать. Ух, тихо-тихо-тихо. Как всё пройти правильно. Это мы всё читали. Летали, так. Да что ж, как кривой попасть не могу. Сменить тему. Футболка, почему ты живёшь в подвале? Надо обо всём поговорить. Будем музыку плясать. Давай. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Ну, блин, этот момент, конечно, самый убойный. Мне кажется, в игре. Так, вот, про радио надо спросить. Обязательно. Он нам рацию даст? Как же долго он про рацию рассказывает. Так, картину не помню. Надо говорить нет. Давай расскажем. Так, но он про этого-то нам не хочет рассказать про призраков. Нет. Работай, работай. Так, отправляемся теперь, значит, в свою комнату. Зори до сих пор трясёт. Рожь, остановись уже. Во, всё, нормально. Так, в свою комнату. В свою комнату. Так, посмотреть, как там у отца дела. Спит, по идее, да? Я должен взять монетку. Так, отлично. Без четвертока нам не пройти на хорошую концовку. Точнее говоря, на ачивку хорошую. Заходим в свою комнату. Жмём Y. Всё в порядке. Так, картины у парня в подвале видел? Да, там картины из моих этих снов там. Как это назвать-то? Я даже не знаю. Так, сюда. Здесь мы находим с вами вот эту штучку. Всё, хорош. Так, это всё было, 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 было. Ого, жесть. Так, сейчас он нам пропыха должен рассказать. Давай меньше слов, больше. О, так. Погоди, а где пропыха? Я чуть не понял. А как пых и чахте активировать? У меня ключ должен дать. Что я не сделал? Что я не сделал, ребята? На пятый этаж не сходил, наверное, да? Надо сходить, наверное, на пятый этаж, поговорить с бомжом. Сто процентов. Правду говорю. Так, всё, давай. Отлично, какого? Вот, а теперь идём опять вниз, и надо пропыха спросить. Ну вот видите, немножко нерационально прошли. Ух, не туда. Итс. Во. Во, привидение, отлично. Он сейчас пропыха нам расскажет. Теперь мы пыху дадим в четвертак. Он нам даст ключ, и мы пойдём туда на самую верхотуру. Там же ещё... А, чай надо, кстати, заварить. Надо сейчас чаю взять. Берём чая. Лифт. Так, первый этаж. Взять чай. Спасибо. Отлично. И теперь на пятый... А, погоди, на третий. И чуть не ускочил на пятый. И вот он, пых. Всё, сейчас мы с ним поболтаем про призраков. Призраки. Да-да-да, Пурген. Но он в ванной стоит, поэтому мы его там возьмём. Очень много он говорит. Вот, хочешь обменяться. Четвертак. Супер. Ну, а теперь самое интересное. Пятый этаж. Здесь кто-нибудь есть? Всё хорошо. Я тебя не трону. Я друг. Перемать. Правда? Да, меня зовут Салли Крамсали. У тебя забавное имя. Ты меня не боишься. Салли Крамсали. Конечно, нет. Хорошо. А почему у тебя на голове торчат два хвостика? Их носят только девочки. Глупый. Во! Мы теперь поймём, почему это мальчик. А, а кто сказал, что такие прически могут носить только девчонки? Мне, похоже, тоже нравятся хвостики. Я никогда об этом не задумывалась. А ты забавный. Почему ты плакала? Люди всегда убегают от меня, когда я пытаюсь с ними заговорить. Мне здесь очень одиноко. Понимаю. Порой и мне бывает одиноко. Тяжело быть одинокой. Одиночкой. Ну, я не совсем одна. У меня есть... Бомж. Эй, девочка. Ты здесь? Хм. Вот. И теперь самое интересное. Слабительное. Это точно займёт того чудака. Отлично. Теперь у нас часть ослабительном, ребята. Угу. Вот. И ещё. У нас есть, смотрите, с вами геймбой. С батарейками и с игрой. Играть. Вот, ребята, что нужно сделать в этой комнате. Играть. Начать. Нет? Я бы чуть не могу начать. Хм. Эта игра вся какая-то забагованная. Может быть, надо на месте, где призрак стоял? Странно. Мне говорят, что кто-то где-то только здесь она работать будет, эта игра. Не знаю, ребят, в чём дело. Почему-то не работает. Может быть, надо с пыхом поговорить сначала? Ну-ка, давай попробуем в геймбой сыграть. Во! Во! Смотрите, теперь я могу сыграть в геймбой, ребята. Вот, нужно было поговорить с пыхом. House of the Riched. Непритязательный скелет вновь восстаёт из могилы. Возвращаясь в мир живых. Полное отчаяние старая груда костей с трудом пыталась избавиться от оков, не отпускавших её из царства мёртвых. Уровень первый. Кладбище. Надгробие. Могила, из которой мне пришлось выкопать себя, идеально отражала состояние моей души. Пустота, холод и мрак. Так. Идём в другую сторону. Как только я взглянул на могилу моей сестры, меня охватила печаль, быстро сменившаяся яростью, окутавшей моё сердце. Ворота. Ворота кладбища были закрыты, мне нужен был ключ. Потрёпанное временем надгробие моего деда напомнило мне о том, что он умер ещё до моего рождения. Моя бабушка была самым добрым человеком из всех, кого я знал. Прикольно. А где ключ? Я не вижу ключ. Мне нужен был ключ. Погоди, там какой секретный надгробие поход делал с той стороны. Могила моего отца была упрятана в самом краю кладбища. Он был отвергнут всей остальной семьёй, похороненный рядом лишь потому, что так гласит закон. Вот так вот, ребята. Там какая-то секретная могила была за углом. Ураль второй двор. Опять ключ надо найти? Слушай, прикольно. Качели. Старые качели мирно покачивались на ветру, дразня меня воспоминаниями о юности и счастье. Костровище. Костровище. Ага, дверь. Дверь так и осталась закрытой, и в дом всё это время никто не въезжал. Он возвышался надо мной, подавляя своим всепроникающим присутствием. Хм, и чё делать? Вот сейчас вот не понял. О как, я приметил низковисящую ветку и отломал её. Какая-то низковисящая ветка, ребята, рядом с каким-то деревом. Гениально. Я покопался в пепле палкой, что нашёл ранее. Среди пепла я увидел нечто ужасное, несгоревшие человеческие кости и зубы. Злость и печаль бушевали во мне словно ураган. Рожь, так. Куда дальше пойдём? А, это ключ от дома. Точно идём домой. Третий уровень дом. Так, сразу налево проверим. Ничего нету. Камин. Каменный камин, когда-то приносивший тепло в нашей жизни, теперь лишь вселял мрак в мою душу. Так. Стул. Вся обеденная комната была перевёрнута вверх дном. Один стул был перевёрнут, а рядом со следами разводов на столе лежал разбитый бокал вина. Вино. Моя мама ни дня не могла прожить без вина. Да, это плохо, но я не винил её за это. Опа. Я кое-что заметил под столом, это был нужный мне ключ. Лестница. Четвёртый уровень, его кабинет. Все цветы завяли. Логично, в принципе. Документы. Шкафчик был закрыт. Видимо, нам нужно найти опять ключ. Мой отец провёл всю свою жизнь за этим столом. Типа бумага и пепельница, наполненная десятками выкуренных сигарет. Шкафчик был заполнен деловыми документами, щитами и кучей офисных принадлежностей. В одном из ящиков я нашёл фотографию родителей. Молодых и счастливых. Непривычная для меня картина. Так, а где тут всё-таки ключ? Дверь. И вновь закрыта дверь, словно дом не хочет, чтобы я продолжал восстанавливать картину своего прошлого. Где-нибудь вот здесь, наверное, в шкафу. Я приметил книгу, явно поставленную не на своё место, когда я вытащил её, из неё выпал ключ. Так, ключ всё-таки, наверное, не от двери, а от... От чего? Что это нужно было открыть-то? Ага. В верхнем ящике я видел местами обведённые ручкой распечатки звонков. Под фотографиями, где, кажется, запечатлена моя мать, обедающая с другими мужчинами. О-о-о-о. Так-так-так, измена. Её комната. Так. Сундук. Обрывки моего прошлого начали собираться в единую картину. Фрагменты того меня, которого уже давно нет. Ужасы, от которых я прятался. Реальность вернулась ко мне. О-о-о. Я стал девочкой. Квартира 504. О-о-о. Жесть. О-о-о. Охренеть, вот она, ванна. Офигеть. О-о-о. Она отвернула от меня свой взор. Отчего сердце мое наполнилось ненавистью. От прежней моей любви уже ничего не осталось. Я положил всему этому конец. Жизнь стала слишком тягостным грузом для меня. Пожалуйста, простите меня. Где ты нашел эту игру? Я нашел это внизу. Довольно странная игра. Но не нет никаких обозначений. Она мне кое-что напоминает. В чем дело? Я... Я не могу. Прости. Пожалуйста, оставь меня. Черт. Ачивку открыл. Дом ужасов называется. О, блин. Наши мурашки по коже. Так. Ну что? Нам осталось с вами... Провернуть... Самое-самое-самое классное. Запургенить чувака. Ну и, собственно, все самое интересное узнать потом. Тек. Так, ну-ка, давай. Пургеновый чаек. Хочь, хочешь, хочешь. Сейчас вскочит их в сортир, наверное. Ах, как вкусно, расслабляет. Ох, что-то мне стало тяжеловато сидеть. Ужас какой. О, кажется... Мне нужно сбежать. Ой, сейчас же. Не, трогай ничего, пока я... Просто ничего не трогай. Атаск, слабый кишечник, ребята. Новая ачивка ванна. Господи, ну и вонь. А, ну это просто один из вариантов. Как это пройти можно, я понял. Ну ачивка получена. Игрушка горит у меня. Ну, так и надо было сделать. Вот, теперь... Че я забыл, как? Сейчас, по-моему, надо говорить. А может быть и не сейчас. Привет, Лиза. Присо, как дела? Вот так. Я познакомился с Ларри. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А теперь вам чем-нибудь помочь. Вот. И она что-то там про Ларри должна сказать. Вот, я буду присматривать за ним, ребята. О чем ты? Он не рассказал тебе о... О чем вы с ним говорили? По-моему, надо он поведал мне страшную тайну. По-моему, он поведал мне страшную тайну. Ох, дорогой мой. Ларри все говорит об этом глупом проклятии. Не знаю, с чего все он это взял. А, у него там акцент другой был, правда. Ну ладно. Я никогда не вспоминала его таким суеверным. О, не воспитывала. Надеюсь, Салл, он не забил тебе голову этой ерундой. Мой Ларри хороший мальчик. Просто у него бурное воображение. Это все из-за телевизора. И что, и все? Я понял, надо к Ларри сходить еще к самому. Ну все, сейчас он нам все расскажет. Смотрите. Сейчас он нам все расскажет. А ну давай, иди сюда, засранец. Металист. Ээээ, так, по поводу этого проклятия. Что? Кто тебе сказал об этом? Твоя мама типа проговорилась. Хотя я кажется спровоцировал ее. Проклятие. Она слишком много болтает. Если это что-то серьезное, то не говори. Все в порядке, я понимаю. Да, Салл, прости. Ты мне нравишься, но мы едва знакомы. Я пока не готов об этом говорить. Да, все нормы, извини, что спросил. Вот он, достижение страшная тайна, ребят. Ну а в принципе, в остальном, ребята, мы с вами в любом случае приходим к старому финалу. Вот. Еще раз послушаем смысловую фальсификацию. А то, говорит. О, да, ребята, вышло. Я сделал все ачивки. Все семь скрытых ачивок этой игры. А давайте теперь все вместе. Все вместе. Вот, наверное, под такую музыку и можно закончить это видео. Всем, ребятки, спасибо за внимание. С вами был Виктор, канал Витек Плей. Не забывайте ставить лайки, подписываться, комментировать. Всякие там нюансики какие-нибудь пишите интересные в комментариях. Вот. В описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте, на... О-хо-хо! Там еще есть целый список игр, которые я прошел. Любуйтесь, изучайте, смотрите. Всем всего хорошего и трясите головой. Всем пока.